Быстрый опрос, господа. Какая разница между туфлями со стишком, на клею или прошитыми? Вы знаете разницу? Большинству мужчин нет, и в этом скрывается проблема. Потому что, когда вы ищете информацию в интернете, стараетесь разобраться, что к чему, вы видите все эти понятия, но все равно не понимаете, что именно вы покупаете. Вы думаете, что покупаете пару туфель хорошего качества, а выходит, что она оказалась не очень, или вам продали не то, что вы хотели. Сегодняшнее видео посвящено трем формам конструкции туфель и в чем между ними разница. Я разделю это видео на три части. В первой части мы поговорим о терминах. В этом необходимо разбираться, чтобы понимать, из чего сделаны туфли. Вторая часть посвящена различным конструкциям туфель. Часть номер три будет о преимуществах и недостатках каждому типу конструкции. Для начала, давайте пройдемся по терминологии. Терминология очень важна, чтобы мы могли говорить с вами на одном языке. Я постараюсь все сделать просто. Всю вот эту часть я буду называть поверхностью, и к ней относится верхняя кожаная часть туфель. Та, что мы натираем кремами, на нее мы смотрим, когда выбираем туфли. Поверхность разделена на несколько частей. У нее есть носок, есть подъем, тут у нас есть язычок, здесь пятка и шнуровка. Все это я называю поверхностью. Более подробно об этом будет в другом видео. Но в общем поверхность это та часть, которая находится вокруг ступни. Далее у нас идет стелька. Это внутренняя часть туфель. А именно та часть, на которую вы наступаете. Далее идет подошва. Та часть, которая контактирует с поверхностью. Вот мы добрались до ранта. Рант не всегда бывает виден. В этом случае стежок, он внутри, поэтому его не видно. Но рант прикрепляет подошву к поверхности. И в конце у нас осталась колодка. Это та часть, которая была внутри туфель, когда они изготовлялись. Каждая компания имеет свои деревянные колодки. Именно поэтому размеры у разных брендов отличаются. Чаще это отражается в ширине туфель, но также и длина может быть разной. Поэтому, когда покупаешь у другой компании, то не всегда можешь угадать с размером. Но колодка, если вы можете представить, находится внутри и по ее форме создаются туфли. Итак, мы разобрались с терминами. Давайте поговорим о конструкции туфель. Как я говорил ранее, есть три основные формы конструкций. Первая – это проклейка. Это, наверное, одна из самых часто встречающихся. Следующая конструкция – это стежок Блейка. И последняя – это прошивка Гудьер. Первая конструкция, о которой пойдет речь – это проклейка. Иногда ее называют по-другому. Но суть в том, что используется клей, чтобы приклеить подошву к поверхности. Как это происходит? На колодку натягивается поверхность, затем все это ставят на подошву и склеивают очень сильным клеем. Его иногда называют цементом, так как он может выдерживать высокую температуру, вибрации, чтобы можно было сделать тысячи шагов. Для некоторых видов обуви – это как раз то, что надо. Для беговой обуви, для спортивной обуви – скорее всего, именно такая конструкция оптимальна. Она и легче, а в некоторых случаях и удобнее. И отлично подходит для масштабного производства. Следующая конструкция, о которой пойдет речь – это прошивка. Для некоторых людей это полная противоположность и гораздо более высокое качество по сравнению с проклеенной обувью. Рант, который считается прошивкой Гудьера, пошел от Чарли Гудьера. До этого подошву вручную пришивали к стельке и поверхности. Что же он сделал? Он добавил еще одну часть – рант. Рант, если вы можете представить, когда поверхность сформирована по колодке, к ней прикрепляют рант. Он может быть из разных материалов, но суть в том, что появляется новый слой, который пришивается к подошве с внешней стороны туфель, что позволяет ускорить процесс изготовления туфель. Часто все это делается вручную, но также используются и машинки, которые позволяют быстрее и проще прошивать туфли. Эти преимущества позволяют изготавливать прочную обувь. Последняя конструкция, которую надо знать – это стежок Блейка. Представьте себе прошивку Гудьер, у которой стежки проходят изнутри, которые соединяют поверхность со стелькой и подошвой всего одним стежком. Это и есть стежок Блейка. Он более современный и он делается только при помощи машинки. Руками прошить так не удастся. В итоге мы получаем обувь, которая идет без ранта, но имеет ряд преимуществ, будучи прошитой одним стежком. Итак, мы узнали про три формы конструкции обуви. Давайте обсудим преимущества и недостатки каждой из них. Начнем с проклейки. Преимуществом будет дешевизна, скорость и удобство, что позволяет изготавливать обувь на потоке. Поэтому эта обувь стоит дешевле. Недостаток тут один. Как только подошва отошла, то обувь можно выкидывать. Да, можно постараться приклеить ее обратно, но проблема в том, что поверхность и подошва на такой обуви не предусматривает возможность соединить их снова. В итоге поверхность может быть идеальной, но обувь бесполезной. Обсудим преимущества и недостатки прошивки Goodyear. Преимущество в том, что эта обувь будет вечно. Прошивка с внешней стороны настолько крепкая, что она не разойдется, пока подошва полностью не сотрется. И даже в этом случае вы можете ее заменить. Отдать обувь сапожнику, он спокойно ее заменит, просто прошьет новую подошву, и вы дальше продолжите носить эту обувь. У некоторых людей такая обувь держится по 30 лет. Они просто знают, как за ней следить. А со временем она становится только лучше. Также, потому что есть рант, то внутри есть прослойка из пробкового дерева, которая со временем принимает форму ноги, что повышает комфорт. Недостатки прошивки Goodyear первым делом – это цена. Каждый раз, когда в изготовлении задействован ручной труд, а в прошивке Goodyear это обычное дело, то цена на такие туфли превышает 300, 400, 500, а то и 600 долларов. Все из-за того, что это занимает больше времени и мастерства в изготовлении. Номер два – часто можно заметить, что такая прошивка делает туфли менее гибкими. Поэтому, если вам нравятся туфли, которые слегка гнутся, то это может стать проблемой при покупке туфель, прошитых стишком Goodyear. Преимущества и недостатки стишка Блейка. Первое – вы получаете все преимущества прочности, что и в прошивке Goodyear, но по более низкой цене. Потому что производство по конструкции стишком Блейка более автоматизировано. Вы получите тот же уровень прочности и возможность заменить подошву, но заплатите меньше, чем за рант Goodyear. Также из-за того, что тут нет ранта, они более гибкие, это добавляет комфорту. Давайте посмотрим на наружные стишки. Опа, их тут нет. Так что обувь и в целом вид более изящный. Со всеми этими преимуществами у него есть и недостатки. Такая конструкция менее водостойкая, потому что отсутствует рант, а поверхность пришита к подошве напрямую с дополнительным слоем. То есть вода может начать просачиваться, если вы наступите в лужу. Конечно, лучше не попадать в лужу, неважно какая обувь на вас. В сегодняшнем видео вы узнали немного о конструкции обуви. Я бы хотел услышать от вас в комментариях, что вы думаете, что нового вы узнали, что вам понравилось и было интересным.